Со следующего учебного года в 13-й школе Ноябрьска будет введена форма для учеников. Такое решение на педсовете образовательного учреждения приняли администрация школы, учителя поддержали инициативу большинство родителей и даже сами ученики. Но у некоторых мам все-таки возникли вопросы. Ответы на них в специальном репортаже выпуска. Екатерина Кулдырева мама двоих сыновей. Старший в сентябре пойдет в 11 класс, младший в 1. И Екатерина уже сейчас задумывается о том, что теперь в школу собирать надо будет двоих. Поэтому, когда некоторое время назад на собрании объявили, что с нового учебного года в школе 13-й собираются вводить форму, она обрадовалась. Форма – это хорошо, но, говорит женщина, есть несколько нюансов, по поводу которых она переживает. В мае мы приходим еще раз на контрольный замер, отдаем еще 50%, и они отсылают, уже начинают шить. Уже точно принимают наш заказ. И я так понимаю, что в августе, наверное, эта форма уже нам выдадут на руки. Но, что делать с теми детьми, которые выросли с этой формы? Дело в том, что нам объяснили, что там есть подтяжки, как бы резиночки, все это подтянется, ничего страшного нет. Но дети растут, это подростки, они растут непредсказуемо. Один бывает стоит на месте, другой бывает в плечи. Плечи в ширь пошли, у кого-то таз разошелся. Также волнуется Екатерина, если вдруг потребуется еще комплект одежды. Как делать дозаказ? И долго ли она будет отшиваться? Вот такой будет форма 13-й школы. Ребята начальных классов и старшего звена с удовольствием дефилируют по сцене актового зала. И это еще не все модели, предложенные на выбор ученикам и их родителям. Для начального звена мы предлагаем комплект, который называется четвертка. Это юбочка, брюки, жакет на девочку, жилет, трикотажный жилет, который входит в костюм. И на выбор два вида сарафанов. Для девочек среднего звена и старшего звена у них немножко выбор побольше. Мне нравится форма, мне нравится, ну, эвлема, это, ну, с удовольствием буду ее носить. С пиццетиком, который, ну, он как бы солидный, можно сказать. В нем удобно, мне нравится больше жилетка, ну, жилетка с юбкой, очень красивая, ну, хороший цвет, очень сочетательный, мне нравится. В школьной форме это всегда удобно, практично, элегантно. Особенно обрадовались, наверное, девочки нашей школы, потому что они не будут просыпаться с мыслями о том, боже, что мне одеть. Они будут точно знать, что у них, оденут и со спокойной душой пойдут в школу. А как же охота выделиться? Ну, для этого есть улица, для этого есть кафе, рестораны. Кстати, все сарафаны, жакеты и юбки эксклюзивные. Эскизы модели рисовала, прислушиваясь к советам самих учеников, преподавателей Зо Ирина Лесникова. Процесс этот был непростой и длительный, а вот с цветом определились быстро. Сочетание синего с оранжевым – это классика, говорит преподавательница. Это темно-синий цвет, еще раз повторяю, это оранжевый галстук, золотые пуговицы, отстрочка, видите, вот отстрочка оранжевая нитка, называется контрастная нитка, ну и аксессуары, которые могут подобрать для себя ученицы и ученики уже самостоятельно. Но цвет придерживаемся вот такой, синий-оранжевый. Идея, что с внешним видом учеников надо что-то делать, в 13-й школе витало давно. Все-таки на уроке дети должны ходить за знаниями, а не наряды демонстрировать. Да и само общеобразовательное учреждение не простое, а с углубленным изучением предметов эстетического цикла. А значит вкус будущим художникам и архитекторам надо прививать также к красивой одежде. Вот и в коридоре уже года три есть специальный стенд. На фото сами учащиеся демонстрируют варианты делового стиля в одежде. А еще в новом законе об образовании говорится, что образовательные организации имеют право устанавливать требования к одежде обучающихся. Мы провели ряд общешкольных родительских собраний по параллелям. И на этих родительских собраниях мы говорили о здоровье детей и использовали материал, который представлен нам Роспотребнадзором о требованиях к детской одежде. О том, какое влияние на здоровье оказывают та одежда, которую носят сегодня дети турецкого, китайского производства. Это и дерматиты различного рода, и влияние на внутренние органы, это и простудные заболевания. Это не чисто шерстяное изделие, которое требует определенной носки, определенного количества дней носки в неделю. Нельзя чисто шерстяное изделие носить 7 дней в неделю не снимая. А вот именно вот этот состав, 30-40% шерсти рекомендован как золотая середина. Вся школьная форма, которую изготовляет нам армавирская фабрика, имеет сертификаты качества, сертификаты на изделие, имеет санэпидемиологические заключения о том, что эта форма предназначена именно для школьных учреждений, для детей от 3 лет и старше. Шить форму будет Краснодарская фабрика. Ее пришлось еще поискать. Дело в том, что не каждое швейное производство берется изготавливать форму по эскизам заказчика. Цена вопроса от полутора тысяч, юбка и жилетка на девочку, до примерно пяти тысяч, если брать все предложенные комплекты. По поводу ростовки в школе пояснили. Все брюки на фабрике будут отшивать запасом и оставлять неподшитыми. Кроме этого, примерно 20 моделей большего размера будет в школе в наличии. А также, если понадобится, в декабре родителям предложат сделать дозаказ. Есть и сомневающиеся, конечно, не без этого. Но очень бы хотелось просто, чтобы действительно наша новая школа, она была новой. И начинать, наверное, нужно лично с каждого. В том числе и с ребенка, с учителя. Чтобы внешний вид, он тоже был достойным. И в любом случае, говорят в школе, все возникающие вопросы с родителями будут решаться индивидуально. Здесь готовы идти мамам и папам навстречу. А 1 сентября, надеются педагоги, новый учебный год в школе начнется по-новому. Потому что все, а это более 750 учеников, будут выглядеть нарядно и презентабельно. Или по-классически совершенно. Ольга Попова, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города.